Всем огромный привет! Сегодня готовлю вот такие пасочки. Сначала я делаю опару. В миску отправляю 2 столовых ложки муки из общего количества продуктов. Сюда же отправляю дрожжи, немного сахара и немного теплого молока. Опару накрыла пленка и отправляю в теплое место, чтобы она хорошо подошла. В чашку отправляю яйца и еще добавляю желтки, а белок оставлю на глазурь. Добавляю соль, сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваю до пышной белой пены. Так, девочки, взбила хорошо в такую пышную белую пену и взбивала я где-то 7 минут миксера. Я вот так вот пробую, если здесь нет крупинок сахара, то это вообще очень хорошо. Теперь просеиваю муку. Выливаю сюда оставшееся молоко теплое, взбитые яйца с сахаром. Смотрите, как хорошо подошла опара. И опару отправляю тоже сюда. Замешиваем тесто теперь. Сейчас замешу сначала ложкой, а потом уже на столе руками. Добавляю сюда растительное масло растопленное. Ой, растительное, извините, сливочное. По желанию, можете для цвета добавить куркумы и все хорошо это замешиваем. Можно уже замешивать руками. Теперь тесто буду вымешивать на столе руками. Тесто буду вымешивать где-то минут 10. Тяжело, конечно, руками месить, но надо. Вот я вымешиваю его уже 12 минут. Чуть-чуть, видите, прилипает к столу. Совсем немножко, так как и к рукам. Все, тесто уже у меня готово. Больше уже я его вымешивать не буду. Теперь тесто отправляю в чашку. Я ее смазала растительным маслом. И отправлю в теплое место подходить его. Подходить тесто будет где-то час-полтора. Я его ставлю в духовку под включенную лампочку. Хотя, конечно, рекомендую тесто на пасхи, да и на булочки, на любую выпечку. Не ставить в теплое место. А вот, ну, я имею в виду в духовку под включенную лампочку. А оставлять вот так вот. Накрыть его полотенчиком, чтобы оно подходило. Так говорят лучше. Я не знаю почему. Я не вдавалась в такие подробности. Вот, если вы знаете, пишите в комментариях. Но у меня все отлично и в духовке под включенной лампочкой. Изюм помыла и просушиваю бумажным полотенцем. Отлично уже подошло тесто. Прошло у меня ровно полтора часа. Смотрите, какое оно классное, воздушное. Обминаю его сейчас здесь, прям в чашке. Изюм смешала с мукой. Отправляю его в тесто. И теперь буду хорошо вымешивать. Форму смазала растительным маслом. И теперь в форму буду выкладывать тесто. Теперь тесто накрываю и оставляю подходить. Тесто подошло. Теперь отправляю пасхи в духовку. Температура духовки 180 градусов. Выпекались пасхи ровно 35 минут при температуре 180 градусов. Сейчас, пока они будут остывать, я сделаю для них глазурь. К сахарной пудре отправляю белок яйца, лимонный сок. И все это хорошо взбиваю. Глазурь готова. Пасхи остыли. И сейчас будем смазывать пасочки. Пасхи забываем. Пасхи. Паллыша. Попалыш. Палыша. Ну вот и все девочки, вот такие паски получились, тесто очень классное, рекомендую вам приготовить, пасочка получилась воздушная, нежная, ароматная и очень вкусная. На этом у меня все, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, всем пока и до следующего видео.